Кладем собаку, раскрашиваешь на свое усмотрение. Лица людей – светлый карандаш, военная форма – зеленый. Малышам напоминают правила, хотя в этом процессе все идет от души. Установка против воздушных военных бригад. В мае дети впервые рисовали для солдат. В рамках акции 156-й детсад отправил в зону проведения спецоперации вещи и письма от мальчишек и девчонок. Одним из получателей оказался Барнаулиц. По понятным причинам показать его мы не можем. 24-летний парень, командир. Сначала он попросил поблагодарить детей и свою маму, а приехав в отпуск после ранения, заглянул и сам. Мы его встречали, обнимали. Он спросил разрешение, можно детей на руки взять, хотя он молодой, он еще не отец. Но вот ему хотелось поблагодарить детей. Я рисую голубя мир. Как ваши рисунки помогут солдатам на фронте? Ну, поддержат их. Они дадут смелость и много машин, какие станут еще мощнее. Витя рисовал уже все. Танки, самолеты, истребители, бомбардировщики и обязательно пожелания от себя. Пусть где-то как-то выражаются они не так красиво, возможно, как мы. Но искренность, она очень чувствуется в их словах. Мужчины военные берегут детские письма. Поэтому малышей просят рисовать еще. И эти рисунки скоро отправят на передовую. После встречи с участником спецоперации образ бойца для детей перестал быть общим, говорят воспитатели. И они стали понимать, для кого пишут и зачем. Они были очень восхищены, удивлены, что перед ними стоит молодой человек в гражданской одежде, улыбается, но при этом он защитник. Кем ты хочешь стать? Вдруг уже придумал. Спецназом. Спецназом. А если позовут на войну, я пойду туда. А не страшно будет? Я на гору муху поднималась, мне было не страшно. Это когда ты делал? Летом. Летом. А тебе сколько лет? Шесть. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.